Всем доброго суток. У кого чего. У нас ближний крейчера. Хватит орать! О, разговорчиво. Тихо ты, ведро! Прекратили драться, разошлись! Хватит орать! Хватит! Дурдом. Повыпустишь. Чуть не сцепились. Две подружки. Ты че залупаешься-то, бил на нее? И та... Ну? Пятилетний сайгак. Да. Жрать. Жрать давай, жрать. Каюр пять лет. С нему такой небольшой очередь. Сейчас я вам дам косточки вне вольера. Чего? Сейчас такая фишка. В ютубе уже какой день. У меня на одном телефоне лайки Соловьева, на втором телефоне кухня. И не дает в другие каналы, как я раньше там снимал с этого телефона, либо на кухню, либо куда. Чего? И этот. Все. Чего? Что? Чего? 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 Теперь все. Он почему-то не дает свинеть аккаунты. Златый, я тебя покопаю сейчас там. Под мангалом. Да. Иди он этого. Поздравляю. Так что, они сейчас хотят русский язык, а ютуб дает и повещает на русском языке. А не запрет. Сейчас люди вводят на русских. Как бы мы скоро будем на английском с вами. В лучшем случае общаться. Но, то есть, ютуб площадки. Такая фигня может быть. Потому что я теперь остался проверять, конечно, везде, по всем каналам я смену веду. То есть, я могу перейти туда, страницу в страницу. Вот. А чтобы в сообществе там фотографии кинуть или загрузить ролик, то есть, я уже не смогу, если я сниму на этом телефоне, допустим, на кухню, я не смогу его на кухню забавить. Так же и на том, если телефон я сниму. А тот, как сумерка и какая плохая погода, у него камера раз и темная, и все. Ну, плохая камера. Не такая, как здесь. То есть, я не могу. То есть, этот телефон теперь остался у меня под основной канал, если что-то буду снимать. А тот под кухню. Такая фигня. Идет. Ну и бог с ним. Это что это? Игрушки. Развлекуха. Увлечение. Развлекалово. Никакой для меня архив. Вот. А так, ничего страшного. Несмертельно. Опасно. Несмертельно. Убийственно. Сейчас я вам через день по косточке. По несколько штучек. Там сколько там. Ребршек свинячьих позвоночных. Каюрбан пятилетний. Я тебе... То, что ты выздоровел. Ты со мной накатался. Мы с тобой полмира проехали. Полстраны. Сразу уважение проявляет. Валяется. Падает перед ним. Ссыкует еще. Длина лапой. Лапы выросли. Тела еще нет. Филипп сказал, что у него морда. Вроде как на... Более на суку похож. У Лайма тоже были. Лапы длинные тогда. Тоже это. Скрещивала. Как-то лапы у него были с закидоном. Закидывала она при ходьбе. Потом, как в случае, выемет. Что-то такое. Дофига наговоров на нее было. Когда она росла. Ну, все через это проходят. Через младшую группу. Это не показатель. Это чисто проверочно. Мы от этого не отталкиваемся. То есть, в голову никто ничего не берет. То есть, близко к сердцу не принимает. В достижении особые никакие это не воспринимается. То есть, я не воспринимаю. Проверка экспертам. И стоит печать. Полная зубная формула. Зубы все на месте. И яйца, естественно. То есть, к племенной работе он допустим. Если вдруг одно второе яйцо не опустилось. То он сразу родословно перечеркивает. И он выбывает из племенной работы. И ставится крест на собаке. Вот. Поэтому некоторым я там отвечал. Что для кого-то яйца это хихиха-ха. Но это озабоченные одинокие бабы. Которые яйца, слово для них это все. Ну, или дурачки какие-нибудь. Ну. Реакция разная. Я реальные вещи говорю. Слово яйца. А что там? Коки. Как назвать еще яйца? Правильно. Зубы и яйца мы проверяем. Я говорю. Хотел одним файлом снять. Ну ладно. Склею. Валер. Я записал в сервис замена масла. За месяц накатал 10 тысяч. Ну вот. Даже больше. В 12 там почти. Сейчас будет 300 тысяч у меня на машине. Я поэтому говорю. Я как заводчик рассуждаю. Для них, понимаешь, что для некоторых это непонятно что. Слово вот эти определенные слова. Некоторые просто воспринимают. И у них понятия сразу цепляются за эти слова. Интимные. Ну кому чего не хватает по жизни. Ни яиц, ни члена. Поэтому я все понимаю. Все нормально. С ними мы долго не дружим. Как тебе? Волчан. Не копай. Ради бога. Заставлю. Пойдешь с лопаткой. Волчан. Не копай. Я сказал. Колчун. Вот лежи вот так вот около ямки. Вот. Выгрызаешь. Вот корешки какие-то. Наверное, тайга научил его там с медведем ходить. Корешки добывать. Питаться. Шутка, конечно. И этот как бы вот так вот по волчану что еще? Он разрастается. Лапы у него. Искривляет он лапы. Длинные лапы. Он смотрится выше всех. Не забывайте, что там три кобеля в ринге ходили. Это старшая группа. Мы одни единственные были в младшей группе. Поэтому он занял первое место. И единственным был в младшей группе. Те правильно пишут. Они смотрятся помощнее. Там грудные клетки. Извините меня. У них уже ВПКОС и племенная книга. Это ВПКОС родословный уже. Такая. Классные потомки есть. И дипломов куча. Нам это щенячка. Поэтому надо отталкиваться от средней. Каюра чешется. От средней группы уже оценка отлично. От полтора года до трех. Из трех лет старшая группа. Поэтому и создается группа. Младшая группа. Это проверка щенков. Также есть выводка. Но это не выставка. А выводка. Но она тоже идет с 10 месяцев. Ну и смысл. Выводка никакой веса не имеет. А выставка имеет. Ну как бы вот ему 11 месяцев. Он еще растет. И будет разрастаться. Будет матереть. Будет раздаваться. Сейчас вытянулись лапы. Потом будет тянуть. У него расширяться тело. Должно. Он сейчас немножко смотрит высокозадый. То есть жопа кажется, что выше переда. И со временем должно все по идее так наладиться. Незначительно, но оно есть. А так очень красивый, перспективный пес. Еще бы кто-нибудь ему кукушку включил. Вот найду полено порядочное. И вот я ему наверное. Там сзади на затылке ему хороший там включатель есть. Дать ему вдоль хребта. Глядишь и выключатель включится. Вот. Так что, да, это хорошая оценка. Очень хор. Уже можно получать диплом и сдавать. Получать первый диплом. Любой. И сдавать на лапы у вас в одиночку. Кабан, медведь. Трешку. Идите. Каюр будет проставляться. Тихо. Нельзя наглеть. Злат. Злата. Мышь взяла. Крыса. Чего запить? А, рык. Каюр, залезай туда наверх. Каюр. Злат. Я боссал эту крысу. Каюр, иди садись. Каюр. Каюр. Ты будешь проставляться. Ты будешь проставляться. Их нельзя так наглеть. Спокойно бери. У тебя есть, куда ты идешь. Вот берет спокойно. Все, иди к себе. Каюр у тебя есть. Все, я наверх убрал. Грызи. Каюр, иди. Каюр. Бери косточку, иди. Вот, так что. Это тоже достижение. Оч-хор уже можно вязать. Есть диплом, ВПКОС. Пожалуйста, оч-хор проходная оценка. Но оно выйдет все равно на отлично. С таким экстерьером, с такими глазами, с такими зубами он подзаметил. То есть, подзаметили эксперты и зубы, и глаза. Ну, а яйца, конечно, это племена его работа. Основная кобеля. Поэтому я и пишу, как есть. То есть, проверяли зубы и яйца. Нет одного яйца, до свидания, собаки. Чисто в охоту. А для некоторых это тихиха-ха-ха. Чтобы они понимали в нашем деле. Да, белконе? Ты на свою днюху решила, да? Щенков отборабадить, да? Ох, сучка, белобрызая. Дай я шейник сниму. Ты будешь сегодня ночью или завтра синицу? Я хотел у вас у всех сук снять. Пойду к рычалке. Рычи моя, рыжая. Чис, поди ко мне. Чис, Чис. Поди ко мне. Поди ко мне. Поди ко мне. А, подожди. Все. Эдя не рычала. Освободите миши. Вот, наверное, широкий, пошире. Злат. Злат. Денис, поди ко мне. Злат. Господи, ты-то че? Все у друг друга, вы с ума сходите. Вот такие интересные эти суки. Шубабы, суки. Вон, крыса. Все. Какие-то они вот сейчас вот им щенятся. Все на взводе. На нервике. Так, замена фитров. Двух штук. Так, масляный и топленый. По зону они уже пришли. Масло пришло. Надеюсь, мне до весны хватит. Все, у меня поездки все закончены. Кроме всяких. По наследству только кататься еще. Так, все, сейчас. Вся октябрь такой будет плюсовой. Будет хорошо. Может, успеем какие-то... Некоторые задачи были не выполнены. В срок, как планировалось. Будем выполнять дальше. Успевать. Хотя бы частично. Да. Ты крепко. У тебя спина не должна прогнуться. Ты мощная вон кадушка. С одного раза влетел тебе каюр в первую долю. Злат, иди сюда, Злат. Злат. В каюру пять лет. О, время летит. Шестой год пошел. Бел, не спеши. Не спеши. Я запомнил, кому что дал. Грызите. Кажется, что будет все не есть. Ну так вот. Не спеши, Чеза. А, белка все освободилась. Не надо лапами вставать. Ты все тоже? Два сапога-пара. Не пай сначала открывать. Сидеть. Сидеть, овчар. Такой мощный становишься. Что-то Филипп сказал, что у тебя мордичит. На суку похоже. Иди. Не спеши. Лапы, правда, длинные. Но у него избиты еще лапы задние. Он опять забрыгал. Он опять вылезал. Но уже лучше. Поддается лечению. Хорошо. Сейчас надо присмотреть, чем вас обрабатывать. Надо и сук обработать тоже. Там спрей еще продается. Можно и щенков обрабатывать. Даже в рожденных только. Вот они их только оближут. Оказывается, спрей есть для кормящих. И этот. И щенков. Можно от клеща брызгать. Забота как называется. Узнаю. Вспомню. Спрошу. Это еще по тем моментам, когда щенки были с нами на водохранилище. Не знаю. Восемнадцатый год это был. От тайны и соболя. Тогда подхватила. Кто меня подхватил? Тайна подхватила клеща. Клеща тогда. Я не знал, чем ее обрабатывать. Оказывается, был на тот момент спрей. А вот зачем мне шел-шел и встал. Ой, екранный бабай. Может поправить вот эти под электрику. Алик сказал, Алик сегодня выходной. Скорее бы уже эти полки поставить. Все занести, все убрать. Дом освободить. Склад, блядь, не там. Пузырь. Ё-моё. Ха-ха-ха. Почесать. О, какой. Ой, какой. Ой, какой свинопасик. Ой, свинопасик. Есть. Вдавливается. Ой. Ой, свинопасик. Хрю-хрю-хрю-хрю. Ой, балдит. Ой, балдит. Ммм. Примитий, да? Все, у тебя там нормально. А это сумасшедшая. Но она, кстати, вот она природу все-таки дает. И она, я вам скажу, это... О, о, запрыгал, все. Что-то прыгает. Что? Во. Во. Что-то запрыгал. Телефон глючит. О, близко теперь. Ведет себя осторожно. И этот, как его... Понимает, перестала прыгать. Ну, разговаривать она разговаривает, да. Чего за... Бомба. Пузырик. Пузырик. Пять лет. Самый смак у кобеля. От четырех. Ну, год мы пропустили. Полгода. С сентября по март. С лечением. И с марта мы пошли. Июнь. Нет, июль поездка. Август поездка. С сентябрь. Про сентября лучше промолчу. Три поездки нам. Ресурс машины только истрачено так. По карману нам ничего не ударило, кроме корма сухого. Но, 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 но. Поделитесь, что. Я тебе лапой сейчас. Спокойно, бери, иди. Чего он сейчас тебе не достается? На, каер. Тебе сейчас от супа урву. Вот, 69 рублей. Купил на бульон. Да, на, 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 иди. Так я и борщ не довезу до дома. Не буду готовить. Все. Вкуснешки розданы. Всем спасибо, кто чуть-чуть угостил у нас. Брюхатых ждем. Вот он. Сегодня у нас 1 октября. Начало осени. То есть, как начало осени. Ближе к зиме. Осень у нас 1 сентября. Если она месяц мне сейчас еще даст нормальные погоды, я буду очень рад. Я успею много переделать дел. Все, бел. Все. Ошейники. Все. Каюровские. Все. Другие ошейники. Сейчас буду бирки вам искать. Вот такие дела. Всем хороших вечеров. Доброго времени суток. У кого что, у кого ночь, у кого вечер, у кого утро. Скоро будет. Народ разный смотрит с разных регионов. Не давись. Вова решила всю запихнуть. С тобой еще какие-нибудь проблемы будут возникать, не дай бог. Починение. Своими зубами, с зашибом в голове. Перешибу. Сразу повешу на березе. Вот надо березу только найти. Там у меня маленький укол забор растет. Так ты ее сломаешь. Ладно, шутки в сторону. Так. Все. Всем пока. Обнял до хруста. В институте. Страми. Да? Да. Навигатор я отправил в этот, как его, в ремонт. Все. Нет. Будем охотиться по старинке, как раньше, без навигации. На новые деньги. Лучше на другое дело пущу. Волчан будет сидеть без навигации дома. Суки, само собой. Потому что этот, как его, будет сидеть. С ними никуда. Месяц по-любому. Один каюр. Но на него надежда, что у него компас. Компас. Дай бог каждому. Будут с ним охотиться с одним. Буду ходить. А волчан будет ждать навигатор. Но это, думаю, что будет конец октября. Раньше. С Европы не придут запчасти. Вот. А сегодня пастдеку я уже отправил. Завтра он уже будет у них. Ну и, если даже они сейчас его установят, сделают. Нужно ждать корпус. Который я проплатил. 15 тысяч уже за него. И сейчас еще денежку надо будет отдать за восстановление утопленника. Микросхемы, платы и так далее. Не так все просто. Только успевай башлять. А с волчаном без навигации никак. Это просто собака в один путь. Одноразовая. Выпустил и забыл. И поехал кататься. А солярка кусается. Все кусается. Поэтому с навигацией более-менее как-то что-то можно перехватить. Плюс, конечно, бейджики будут висеть у них на ошейниках. У него-то точно. У этих нет на охоте. А этот весь. Даже выбрить его надо. На спине телефон. Прямо цифры выбрить на бортах. Или на спине. Вместо в законе. Воры сидят у них купола. А у него пусть номер телефона будет выбрит. До самой кожи. Наколку надо делать в паху. Номер телефона. Хорошая идея сочинячего возраста. Номер телефона. А вдруг телефон поменяется. А это на всю жизнь. Наколка-то. Так. Тут надо задуматься. Еще, может быть, пробовать самому наколки делать. Клейма ставить. Надо. Я все в том году порывался. Сейчас три помета. Это сколько же денег надо отдать. Там ничего такого сложного нету. Машинки. Присматриваюсь. Я присматривался за 8 рублей тогда. В том году. Ну, посмотрим. Это мысли вслух. Это я вам рассказываю, что у меня, чего, как туда-сюда. Вот. Поэтому. Это ни на какие, ни намеки, как некоторые дурные головы думают. И я просто делюсь, рассказываю, что, чего, как. Они путают. С каким-то попрошайничеством. С каким-то вымогалом. С какими-то намеками. Никогда такого не было. И не собиралось быть. Вот. Так что вот такие дела. Физкульт-привет. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok